Привет, с вами Sawyer и сегодня мы поговорим про то, как можно пропатчить бинарные файлы. Почему эта тема родилась? Все дело в том, что многие считают, что в процессе компилирования появляются какие-то особо секретные зашифрованные бинарные файлы, которые очень трудно модифицировать. На самом деле машинный код, который есть в исполняемых файлах, это тот же самый код, который исполняется процессором. И любой инженер с достаточной квалификацией знаний может легко и просто его проанализировать. И в этом видео я хочу показать не только как проанализировать и найти какое-то конкретное место, для которое нужно поправить, но и как его собственно поправить. Как написать программу патч для того, чтобы изменить значение и тем самым изменить поведение программы. Где это нужно? Это нужно при борьбе с вредоносным кодом, это нужно при реверс инжиниринге, это нужно просто для расширения кругозора. Поэтому данное видео это информационное учебное видео, которое позволит вам гораздо глубже и лучше понять, что же такое бинарный код и как его можно пропатчить. Давайте для начала напишем какую-то программу на C. Я не буду в демонстрационных целях делать что-то сложное. Сделаем очень простую программу, которая будет иметь одно условие, которое собственно говоря мы и будем модифицировать. Для этого подключим две библиотеки. Забавно, да? Программа простая, аж две библиотеки требуют. Но ничего. Окей, делаем функцию main. Здесь мы делаем какую-то константу, ну например равную 10. И потом эту константу сравниваем с каким-нибудь случайным значением, который получаем из функции rent. Естественно, такое условие никогда не сработает и нашу заветную фразу «успешно» мы никогда не получим. И в этом весь смысл. Мы сделали условие, которое при его кажущейся корректности на самом деле никогда не будет иметь значение true. Окей, возвращаем нулевой код. Собираем программу, запускаем и ничего не получаем. Собственно, первый шаг мы сделали. Сделали демонстрационный код, который сейчас будем анализировать. Здесь мы находим как раз ту часть бинарного файла, которую хотим изменить. И в нашем случае речь пойдет о исполняемой части, о обкодах, которые отвечают за сравнение. Давайте посмотрим на исходный код и попробуем разобраться, что же там происходит. Мы будем использовать утилиту общ-дамп. Она достаточно простая и для учебных целей подходит идеально. Для чего-то более серьезного, конечно, нужно брать более мощные инструменты. И если вы хотите о них услышать, то пишите в комментариях. Посмотрим, что можно сделать. Нас интересует секция «Текст». Почему «Текст»? Да потому что там как раз и содержится исполняемый бинарный код. Смотрим наш файл «Бинари» и ищем функцию «Мэйн». Нам повезло, мы знаем, что интересующий нас ассемблерный код находится именно в ней. Но он достаточно объемный на первый взгляд, хотя и очень простой. Начинается со стандартной части, которую еще называют «Прологом». Это две команды. Первая из них сохраняет текущее значение регистр РБП, который является базой стека. Далее идет установка указателя стека на базу командой «Мув». Ну и дальше выравнивание стека, которое определено спецификацией. Дальше как раз наше присвоение, которое я не зря включил, чтобы продемонстрировать, как это выглядит. Вспоминайте видео про преобразование десятичных в шестнадцатеричные и обратное значение. В данном случае 0xa – это десятка, как раз та десятка, которую мы присваиваем к константе C. И она, как вы видите, ложится на стек, то есть берется смещение от базы стека. Четверка, потому что у нас 4 байта используется под интеджер. Окей, все понятно. Дальше вызывается функция RAND, которую мы видели в исходном коде. Значение RAND сохраняется в регистр EAX, это тоже определено спецификацией. И сравнивается с тем значением, которое мы положили на стек. В результате сравнения выставляется флаг, который мы анализируем с помощью ассемблерной инструкции GNE. Собственно, вот ее мы и хотим изменить. В случае, если у нас сравнение equal равно, ставится GNE. Если нам нужно инвертировать сравнение и поставить не равно, ставится JZ. Jump if zero. Это опять же связано со значением флага. Окей, 75 – это как раз тот оп-код, который соответствует инструкции GNE. Но нужно понимать, что это не обязательно всегда так. Для другого адреса может быть другой оп-код, например, 0F85. Если это нужно пояснить, опять же, пишите в комментариях. Я расскажу вам, почему уже давно ассемблерный код нельзя взаимооднозначно сопоставлять с бинарным кодом, с машинным кодом. Частая, кстати, ошибка. Окей, значит, вот он наш оп-код, который нужно изменить. Дальше нам нужно было бы поискать и найти, что инструкция JZ, jump if zero, она будет иметь оп-код 74. Но я это уже знаю и просто вам сообщаю. Таким образом, все, что нам нужно сделать, чтобы изменить поведение этой программы, это записать по адресу 6A1 значение 74. Нет, не 74, 74, потому что это 16-ричное значение. И тогда мы, собственно говоря, инвертируем поведение условия. Ну что ж, что менять понятно, где менять понятно. Давайте попробуем. Сначала определяем заголовочный файл, который нам понадобится для работы с файлами. Дальше идет функция main. И здесь все просто. Берем указатель на файл, который у нас называется binary, и который мы открываем в режиме чтения и записи в двоичном виде. Дальше определяем значение длиной в 1 байт для нового оп-кода. Он должен быть 0x74. Дальше смещаемся по тому адресу, который у нас был в ассемблерном коде 6A1. С начала файла происходит смещение. И здесь, собственно, сама запись. Записываем наш оп-код. Записываем байт, равных его размеру. То есть размеру оп-кода нам и нужно столько байт записать. Ровно один раз. Файл F. Дальше закрываем все это дело и возвращаем 0. Теперь сохраняем. Делаем патч. Компилируем и запускаем. Ничего не должно быть на экране. Давайте сразу попробуем запустить наш binary. Как видите, он вместо пустого экрана выдал ожидаемое сообщение. Ну а теперь давайте посмотрим, что изменилось в самом файле binary. Для этого запустим objdump и посмотрим по адресу 6A1, какое теперь находится значение. Как мы ожидали, оп-код 74 соответствует значению jump if equal. Собственно, всю модификацию мы и выполнили. Как видите, исходный код, который компилируется и преобразовывается в машинный код, никак не шифруется. И базовое знание ассемблера позволяет легко понять простые вещи. Как я уже сказал, более сложный реверс инжиниринг и анализ вредоносного кода выполняются уже с помощью специальных инструментов. И о них тоже можно поговорить. Но давайте установим порог 3000 лайков и я снимаю видео про инструменты, которыми можно пользоваться для профессионального анализа двоичных файлов. Ну а на этом все. С вами был Sawyer. До свидания.